Субтитры делал DimaTorzok 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 я начал все терять, короче. И у меня само чувство было очень плохое. И потом я понял, что ислам опять же никуда пошел. Опять я попал во ушко. У вас Библия есть? Да, да, есть у меня. Покажите. Сейчас. Вот он. Понятно. Теперь откройте первую страницу. Ну, самое где оглавление. Да, да. Покажите. Прочитайте, что там написано. Синодальный перевод. Понятно. И издание чье? Так, написано Российское библейское общество. Это еще не говорит. Так. А там не каноня. Оглавление. Посмотрите, где оглавление. О, черт. Покажите мне, поверните сюда, я посмотрю. Опа. А мама Кальп. Так, держи. Поближе. Не видно. Так. Книги Метхваза. Это выше поднимайте. Поднимайте книгу выше. Выше, выше, выше. Так, выше. Так, еще выше. Минутку. Ага. Теперь, извините ее от себя вправо. Вторую страницу. Да, вторую страницу. Так, поднимайте. Я прочитать хочу там, что там написано. Минутку. Так. Это не православное издание. Ага. Там нет ни канонических книг. Эта книга урезана на 11 книг. А, на 11 книг. На 11 книг. Так православная церковь за 2000 лет никогда не издавала. Это укороченная Библия. Вот первое самовольство. Дальше. Вы нигде не нашли, что нужно исповедоваться, чтобы был священник. Я так понял, да? Нет, что исповедоваться там есть, я это знаю, потому что, то есть, просто есть такие люди, но их мало. Но я не знаю, есть просто такая женщина, ну вы, наверное, слышали, я не знаю, на ее звать Людмила Лев. Не знаю я ее. А, вот. И она же сам говорит, что она душу попечитик. То есть ты ей, как бы, получается, исповедуешься. Так, я вопрос вам задаю. Вы верите, что Библия, это все Писание Бога Духновенно? А, да, да. Что его не человек выдумал, а это откровение Божие через пророков, через апостолов? А, слово Божие, да. Вы в это верите, да? Да. А у вас бумага, карандаш есть? Я кое-что буду говорить, чтобы записали. Да, сейчас. Возьмите сейчас, а потом будете проверять, правильно ли мы прочитали. Вот. Ага. Вот смотрите, я буду читать об этом. Почему? Иеремия, пророк, 6 глава, 16 стих. Вы можете найти у себя в Библии это, открыть? Так, минуточку. Подождите. Говори. 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 Ну, в это время. Вот сейчас. Именно в это время. Сколько? Посмотрите на ваши часа. И пометьте. Воскресенье в это время я могу принять вас. Да. Да. Все, все. Вы зайдете, в это время зайдете. Все. С Богом. Так, ну считайте, что там написано. Книга пророка, да? Да. Иеремия. Иеремия, 6 глава, 16 стих. А, 6 глава. Так, вон он. Так. Все, нашел. Так говорит Господь, да? Да. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите. И расспросите о путях древних. Где путь добрый и идите по нему. И найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Понятно. Вот давайте вернемся снова. Так говорит Господь, не человек. Вы в это верите, что так Господь говорит? Да. Он говорит, остановитесь на путях ваших. На каких путях? На которых они, ну, можно сказать, языческих, можно сказать. Ну, вот, допустим, у вас разные пути были. Вы были у тех, были мусульман где-то. Это пути ваши. Ваши пути. Куда Бог вас не посылал. Можно пройти все помойки мира и не найти Христа. Его там нету. А теперь, говорит, и рассмотрите. И рассмотрите. То есть нужно внимательно рассмотреть. Чем ты занимался? Куда ходил? Вот один этот стих. Запомните, заучите. И потом расспросите других людей. Расспросите. И вы не нашли, рассмотрели. И видите, у вас там ничего нету. Пустота, динаминации, разные конфессии. Этих слов нет в Библии. Это враг придумал. Никаких конфессий Бог не основывал. Нету этих слов, даже нету. Откуда вы берете это все? Это все сектантское суемудрие в человеке накапливается. Вы с ними встречались, а оттуда, говорит, всех блох накопили в себе. Отбросьте. А теперь, говорит, расспросите о путях древних. И если у вас это в вас входит, то вы по адресу пришли. Я этот путь древний знаю и на нем стою. Это не путь секты. Ну, возьмите, баптисты в 1639 году, 17 век. Первая община в Роджерсе. Первая. В 1609, 1609 раньше, Джон Смит залез в воду, на себя руки положил и провозгласил себя пресс-питером. Ну, знаете, в дурдоме на валенке женятся. Еще из этого. Ну, сейчас я скажу, я генерал. Но это можно сказать еще. Но как это сделать? Генерал ставит президент. Его никто не может поставить. И здесь открытие. Расспросите о путях древних. Какие древние? Апостольские времена. Теперь, где путь добрый? Не просто все подряд собирать на себя. И тогда, когда вы узнаете, расспросите, найдете человека, который вам это расскажет, и идите по нему. Ваша душа не имеет покоя. Вы везде были к батюшкам, вас отфутболили, не сказали. И найдете покой душам вашим. Найдете покой. Но они сказали, не пойдем. То есть это в данном случае вы скажете так или не скажете. Вы хотите, чтобы этот стих на вас заговорил? Да. Вот теперь давайте посмотрим, Новый Завет открываем. Запомните этот стих. Теперь, Матфея, открывайте. Одиннадцатая глава. Матфея. Вот. Двадцать восьмой стих. Считайте. Придите ко мне все удачи и обременно. Я успокою вас. Вот он говорит дальше. Покой найдете, покой душам вашим. Покой дает только Христос, который умер за грехи людей и освобождает в покаянии, в крещении в истинном. Теперь, говорит, возьмите иго мою на себя. Это древний путь. Иго Божия, заповеди. И научитесь от меня, не от людей, не от мусульман, не от конфессий, а прямо от Христа. А где? А вот мы открыли. Слова Божие. Ибо я кроток и смирен сердцем. В сектах нельзя быть кротким. Они восстали против пути древнего. Иеговисты возникли в прошлом столетии. Адвентисты в 1241, допустим, году. Ну и что? Что Христос в это время приходил на землю, умирал и церковь образовывал. Евангелие от Матфея 16, 28 говорится. Я создам церковь мою. И врата, да, не одолеют ее. Давайте откройте 16 глава, 18 стих. Читайте. Тут же Матфея. Какой стих? 16 глава, 18 стих. Вы только записывайте себе все, что я говорю, чтобы потом отдельно проверять. Да, да, да. Еремея 6, 16 записали первое. Я все задавался. А теперь 16, 18 Матфея, читайте. Я говорю тебе, ты, Петр, и на 7 камней я создам церковь мою. И врата, да, не одолеют ее. Так, вы это читали когда-то? Да. И дальше 19 стих. 19 стих. А, и дам тебе ключи царства небесного. И что свяжешь на земле, это будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, это будет разрешено на небесах. Значит, кто-то должен быть, кто-то связывает. Это власть ему дана от Христа. Это власть дана епископам и священникам, которые в православной церкви. Или в католической, которые идут от апостольских времен. У сектантов, которых вы конфессиями называете, это ничего нету. Это самозванное общество. Оно никакого отношения к церкви не имеет. Потому что, вопреки Писанию, собрались, сами себя провозгласили. Вот путь древний. И мы, он говорит, найдете покой душам вашим. Вы хотите иметь покой? Придите в церковь. Вы задавайте конкретно вопрос, который вам нужен для спасения. А праздные вопросы, они ничего не дают. Сколько жен было у Давида, там начинают спрашивать. А почему из ребра его сотворили? А почему не из зуба? Ну, это можно сколько угодно говорить. Бог так сделал. Мы же заходим в сад и не спрашиваем, почему яблоко такой вкус, а у груши другой. У арбуза третий, он растет внизу на земле. Бог так установил. Лев будет пожирать корову. Но не наоборот. И мы должны или соглашаться с этим, и остановиться на путях. То есть не бродить где-то. Он говорит, остановитесь. То есть вы идете давно, много. Если на бумаге будете перечислять, у вас может целый реестр, где вы были. Теперь к вам Слово Божие. Остановитесь. Остановитесь, Бог говорит. Вот вы остановились. Больше не двигайтесь. И теперь, говорит, расспросите. Вот теперь я хочу от вас услышать вопрос. Расспрашивайте. Я готов к вашим услугам. То есть я говорю тебе, ты Петр, и на всем камень я создам церковь мой. То есть это не... Он создал ее. Понимаете, создал. И врата ада не одолеют ее. Он ее создал. Так, пока на земле Христос. Он ее создал. А врата ада не одолеют ее. То есть... А что такое врата ада? Это враги, которые в ад тащат. Это сектанты. Это ереси разные. И они не одолеют церковь. Они, как говорят, православие – это пало, попы такие – это плохие. А они теперь хорошие. А они самозванцы. Есть такая книга. Запишите числа. 16 глава. Послушайте внимательно. Я в разных университетах вел занятия много лет. В школах, в милиции. Ну и когда до дела доходит, чтобы людям показать, что только сектанты. Я доску разграничиваю. С чертой. И говорю. А тут юристы сидят, там прокуроры. Вот смотрите. Я направо буду писать. 10 суток. Здесь преступление слева, справа наказание. Вот я пишу. Наказание 10 суток. За что? Ну, человек в неподобном месте оправился там или заматерился. Правильно. Дальше я пишу год. А где преступление, я не пишу. Вы называйте. Какое за год? Ну, это может быть жену погонял там или что-то такое там. Ну, может быть. А 15 лет? Ну, это серьезно. Это... Ну, начинает говорить что-то. А смертная казнь, ну, это изнасиловали малолетку, там еще что-то. Сейчас это пожизненное. То есть вы правильно говорите. Теперь я пишу наказание. Живьем в ад. Да-ка, разве было так? Это единственный случай в числе 16 глава. Живьем в ад. Никакого покаяния вместе с женами, с детьми, с шатрами, со скотиной. Земля раскрылась, и они туда полетели, и все закрылось. Ничего нету. Какое же это преступление, что за него такое необычное, страшное наказание? Какое? А там в этой главе и говорится, когда образуют секту под названием любым. Его можно сказать, евангельские христиане. Секта, отдельно отделились люди. И Господь говорит, отойдите от них, чтобы не погибнуть. И дальше другие, такие люди отличные, они решили захватить церковь, во главе стать. Они не признаны. 250 человек. И с неба пал огонь и сжег их всех. А они были от священнического рода. Вот что такое секта. Это смерть. И ходить никуда не надо. Надо быть с народом Божьим. Вот исторические церкви. Я вам называю их пять. Первое. Католики. Это от апостольских времен. Там старокатолики есть. Православие. Православие это старообрядцы, у которых священство есть. Это разные там старостильные, но другие названия. Это те, которые имеют епископат. Третье. Армянская апостолическая церковь. Армяне. Григорияно-армянская. Четвертое. Копты. И сирийцы. Сирийская. Все. За этим пределом церкви нет. И вот вы скажете, а мне не нравится православие. Есть католики. Но я скажу, что ближе, точнее, православие сегодня вы просто не найдете. Здесь идет работа. Здесь люди борются за восстановление канонов и посты. То есть, как на Вселенских соборах принято. Там уже все это забыто и нельзя вернуть. Это не потому, что я православный. Я пришел путем исследования. В 23 года. Я с детства верующий, знал, искал от грехов, от всего Бога, меня избавил. Я не одному матерка за жизнь искал. Женщин не знал. Я боялся страха Божий был, чтобы не попасть в ад. И в 23 года мне впервые в руки дали Евангелие. Я уже через 5 лет, через 5 минут, сказать, принес покаяние перед Богом. И началась новая жизнь. Страдания, тюрьма и все прочее. И в 53 года я иду этим путем. И скажу, что другого пути никому не советую. Это путь церкви. Который в церкви. Я создам церковь. Он ее создал. А эти люди, которые, они не могут сказать, что их Бог создал через 1200 лет. Или, допустим, в лютеране 1517 год. Что, до 16 века церкви не было? Тогда Христос сказал бы, я через 15 веков создам церковь. Он говорит, я создам, я, не лютер. И он ее создал? Ну да. Первая церковь. Вы слышали, может быть, назад? Это здесь Христос. То есть камень это и есть сам Христос, а не Петр, как некоторые говорят. Нет. Христос камень. Но вот это исповедание. Симон, сын Иоанн. 17 стих. Смотрите. Он 16 стих. Симон же Петр отвечает, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот это его исповедание является камнем. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна 3.36. Вот теперь остановитесь на путях ваших. Вам дается этот шанс, по милости Божией. Вы не умерли еще до сегодня. И теперь расспросите. И что вам не ясно будет? Идите. И вы как на меня вышли-то? От кого? Да не от кого. Я сам нашел. Не понял? Я когда сайт нашел ваш... Так. Вот. Потом я там просто набрал в скайпе. Игнатия Лапки. И мне сразу... А как вы знали, что набирать надо Игнатия Лапки? Откуда вы знали про это? Ну, я разбираюсь. Как вы на меня вышли, конкретно узнали, что меня так зовут и такая фамилия? Откуда? Во-первых, я... Я... Вернее, я... Ваш сайт нашел. Это когда было где-то у какого-то человека. Он бросил ссылку к кино. Вот. В следующем окне. Вот ваш сайт самый какой-то главный. Так. Я так и не понял. Как вы узнали, что как меня звать и фамилии стали искать? Как вы узнали это? Где слышали это? Я в Ютубе же посмотрел. А вы на нашем канале бываете в Ютубе? Да, ну... В видеоканал. Там у нас около 4 тысяч роликов. Да, да. У нас есть сайт. Я вам скину сейчас, как закончим говорить, я скину. Сайт, форум и мейл.ру. Вот в мейл.ру знаете мой мир? Да. У меня сайт есть в кистине, да? Вы, если зайдете на мой мир, там 16 тысяч фотографий наших. Как мы строим деревню православную, я начальник детского лагеря, как мы миссионерские поездки проезжали по всему миру. Вы там все найдете, и все, везде видео снято. Вот я вам ответил на ваш вопрос. И вам не надо больше блуждать. На путях ваших остановитесь. Как только вас потянет снова какая-то сила, вы остановитесь. Еремея 6.16. И теперь расспрашивайте, что вам не ясно? А пути древним спрашивайте. Где путь древний, путь добрый? Вот именно, что когда Христос же сам говорит, что где двое или трое собранного имена, там я посредник. То есть это есть... А где именно? Где? Ну вот мы, например, разговариваем сейчас. Ну да. И вот он с нами же полюбовал. Ну а церковь создам, зачем он тогда говорит? Я посреди вас... Это означает, направляет мысли, приходит руководить. Но церковь – это его невеста. Он себя не называет невестой. Он говорит, я жених. И в откровении Иоанн Богослов говорит, я покажу вам брак с женой Агнца. И эта церковь называется его невестой. Невеста. Откуда это известно? Колоссинам 1.18. Послание апостола Павла. Он есть глава, церковь, тело. Церковь. Если он посреди нас, то это должна быть церковь. А в церкви без священства не бывает. Это не церковь. Это просто собрание, мы пришли. Я посреди них, Господь говорит, где собрано во имя мое, во имя Его. То есть так, как написано в Писании. Не просто я христианин. Ты это звание еще должен проверить. Соответствует ли действительности. Да, я говорю, я, мне говорят, а ты кто там христианин? Я говорю, нет, я не христианин, я не могу назваться пока. Это помазание Бог дает. А в церкви, когда человек принимает крещение, только обязательно через троекратное полное погружение. А в крещении нужно три условия. Первое. Уверовать во Христа, что Он спаситель твой. Умер за наши грехи на Голговском кресте. Второе. Чтобы руками священника законного ты был трижды погружен в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. И третье. Это должно быть бесплатно. Сегодня все три условия нарушаются в церкви. Вот именно что. Меня крестили, когда я был, меня принесли, когда я был в младенчестве. Ну, это, если правильно крещено, это действительно крещение и в детстве. Но если вам ничего не дали и неправильно крестили, то надо позаботиться об этом. И вольнодумца всякое оставить. Потому что нам неизвестно, когда мы закончим земное путешествие. Что я проживу столько лет, а мне 77-й год, да я никогда не думал. Позади у меня пять тюрем, лагеря. Это все за слово Божие. Я политзаключенным числился. У меня 26 лет гнобила психиатрия. Нигде нельзя поступить. Какой бы университет ни поступил, меня оттуда вышвырнут. То есть блокировала советская власть. Но теперь реабилитирован. Это злоупотребление советской психиатрии. Там льготы и прочее. Ну, это мой путь. И мне Господь заранее уже как бы предупредил, что много тебе должно пострадать. И это я принял с радостью. У меня очень много врагов, но еще больше друзей. И Господь не обещал другого. Он это и говорил. И все желающие жить благочестиво будут гонимы. То есть правильно, если ты живешь, тебя обязательно будут обвинять. Да как обвинять, если правильно живешь? А его обличает совесть. Они рабы. Они рабы. Они не могут правильно, здраво мыслить. У нас все толкование из священного писания. На священное писание. Святыми отцами. Вот если вы зайдете на мой сайт. Сайт. Называется. Ну, народ один. Да, да. Просто зарядите, Игнатий Лапкин, сайт. Там моим голосом насчитано 12 томов Иоанна Златоуста. Там мои книги. У меня 38 книг вышло, томов. И вот написано Новый Завет. С полным толкованием. Вы можете оттуда скачать. Вы пришли на богатое место. Я это бесплатно. Отдаю. Все. То есть там скачивать когда. И вы увидите, где подножку вам давал враг души человеческих. Как надо правильно понимать. Я много лет, я миссионер. Трудился среди сектантов, баптистов. Мусульманами встречалось. Вот мы ездили. Проехали Чечню, Турцию. Шесть мусульманских республик. У нас путешествие миссионерское было. От Владивостока. Мы в Алтае живем, в Барнаул. И прошли до Португалии, до Лиссабона. Прошли Скандинавию и Прибалтику. И везде я дарил 38 книг в свой комплект. Каждый комплект это 750 евро. Ну, можно 500 хотя бы. Куда это будет? А у меня минимальная пенсия. Настолько минимальная, что сказать всегда 6275 рублей и 3 копейки. Мне нигде не давали работы. 35 лет стажу. Только в неведомственной охране при милиции. Враг народа. Но все это позади. И вот при такой минимальной пенсии Господь позволил издать книги. А дальше теперь дарить. Потому что эти книги открывают человеку знания, свет. Вот вы это все можете теперь иметь. На этих путях древних расспрашивайте, где этот путь древний. Где путь? Его надо узнать. Я вам показываю. Это путь церкви. Там вы найдете в роликах. Справа там папки идут. 55 папок по названию. Иудейство, мусульманство, православие. И в этих папках я отвечаю на 4124 вопроса. Которые мне на радио задавали. Я телевидение вел передачи в университетах где-то. И потом счастье их пришлось мне в письменном видео уже выразить. Люди просили. Так получились эти книги. И вот вы будете когда смотреть, вы найдете ответ на ваши вопросы, которые даже не задаете. Вы даже не знаете, что эти вопросы вам давно надо разрешить. Вы сразу найдете себя там. Притом я отвечаю как. Что говорит Библия? 77 книг. Не 66, как у вас. Полная Библия. Дальше каноны. Каноны это 719 канонов. Правило. Это 7 вселенских, 9 поместных. Святые отцы. Которая церковь вселенская собиралась. И решали. Выносили решение. Допустим, женщина взяла аборт. Сейчас спросите, а что делать? Не знает. Правило Василия Ивановича II. На 10 лет отлучается от церкви. Она должна плакать только. А не так, чтобы... Человек занимается волшебством. Допустим, ты сатанизмом занимался сам что-то. На 18 лет отлучаешься от церкви. А если не занимался, а только сходил к Кашпировскому там полечиться, сходил ему. На 7 лет. Ну а если не ходил, а просто его пригласил и накормил. На 2 года отлучаешься. Вот эти решения принимают, я так понимаю, что такие же люди, правильно, как и ты? Не такие. Большая разница. Видите, нас смущает, а как правило, такие. Даже законы, какие сейчас есть в государстве, люди принимают с большими знаниями, чем мы имеем с вами. Не такие. Люди, которые... Ну, телефон мобильный у вас есть? Да. А кто его изобрел? Человек. Ну ясно, что не быкапис. Не крокодил. Ответ-то даете такой как? Ну это понятно, что я понял. Ну кто его изобрел? Имя, отчество, фамилия? Не знаете? Вы не бойтесь сказать незнание. Есть такое выражение. Признание в незнании открывает путь к знанию. Я не знаю, кто его изобрел. Мартин Купер. Запомните, Мартин Купер. Он еще живой. Ну что, мы такие же, как Мартин Купер? Нет, конечно. Это самое распространенное изобретение 20 века. Самое распространенное. Речь идет о миллиардах. Телефонов, которые сегодня работают. Мартин Купер. Мы разговариваем сейчас в интернете. Находимся. А кто интернет изобрел? Тим Бернерс Ли. Тимофей. Мы... Он живой сейчас. И мы каждый день молимся за них. И благодарим Бога, что такой разум дал людям. Именно они это сделали. Билл Гейстов, который программы изобрел, это уже... Дальше уже пошло. Нужно говорить? Надо говорить об этом, что они лучше нас и умнее. И Бог избранников своих брал. Вы слышали, Серафим Саровский? Ну, да. Ян Корнштадтский. Что они такие, как мы? Мы приходим на службу, мы томимся, когда кончится служба. А у него служба кончалась, его выводили, он поднял руки и не опускает. Все лицо сияет, как солнце смотреть нельзя. Такие же, как мы? Не такие. Моисей не такой, как мы. Людям нужно сегодня подогрев. Или выпить там что-то надо, наркотик дать, чтобы изнутри у него играло. А они не нуждались в этом. Для них молитва. Связь с Богом. Живая связь. Нам нужно еще многое-многое познать. И главное это смирение, признание того, что нам не дано знать правильно толкование. Для этого Бог избрал особых мужей. А откуда известно? В 12.28, 1 Коринфянам. 11.28. Одних избрал, говорит, пророками, апостолами, в третьих, учителями. Пророки? Да что, все пророки? Не все. А мы такие? Не такие. Он избрал их. А теперь апостолы. А мы все такие. Ну, если все, тогда всех бы избрал на апостолов, но только 12 их, значит, не такие. В третьих, запятая, учителями. Вот первое, второе сектанты еще признают, а третье они не могут назвать. Учителей-то нет. А у нас с первого века Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Устин Философ, Ириней Леонский, Иоанн Златоуст, Василий Великий. Вы кого-то слышали из них? Конечно. Ну, вот толкование. Иоанна Златоуста, там я начитываю на сайте, 12 томов. Толкование на Новый Ветхий Завет. Ну, вот молись, что Бог дал разума запомнить. И когда ты сравнишь, как ты понимал и как надо, ты скажешь, земля и небо. Вот мне это дано понять было с первого дня, что мне не дано толкование. Я ничего не толкую. Я беру готовое, ну, дальше ставлю это, повторяю ее, применяю в жизни Слово Божие живое и действенно, чтобы выполнить, как сказано. И без церкви вообще ничего нету. Нету. Отпущения грехов нету. Без этих священных рук священник и грехи не отпускаются. Это Бог так установил. Кому отпустите, отпустится. Вы сейчас считали. Вы отпустите не себе, а другому. Я могу отпускать кому-то? Нет, конечно. Они имеют. Петру дана, Петр рукополагает, Хератония другому, Тея Пёстонова. И так до наших времен. Но сектантов этой связи нету. Там перерывано. Они не имеют права не крестить, ничего нету. И это не церковь. Вот путь древний, путь добрый. И по нему надо идти. Писание так говорит. Вот когда будете, полностью на трезвую голову, чтобы было. Пойдите в церковь со священником, поговорите и скажите, что можно ли тут достать златоуста где-то? Спросите. Или блаженов эфилакта. Вот, если нигде никак, то тогда ко мне обратитесь. У меня можно будет достать кое-что. Вот, я издал сам Новый Завет с полным толкованием. И там 240 мы поместили иллюстрации Библии, Гестава Даре, сами раскрасили. То есть лучшего издания пока нету. С толкованием на откровение. 430 страниц. Ну, я думаю, что все, что-то Господь делает так. Вот это, что мы встретились, поговорили, это все не случайно. Ну, да, да. А я помню, какое-то время я с вами общался, но это давно было. Мы переписывали в скайпе, я помню, но это было давно. И как-то у нас, как-то не получалось это вот так вот поговорить. Не знаю я. Вы курите, нет? Нет, нет, я это, я веду здоровый образ жизни. Никаких наркотиков не принимаете? Нет, я... Не пьете, пиво там не пьете? Нет, спортом занимаюсь. Но вы не обманываете меня? Я не обманываю. Потому что с обманщиками у меня речи никакой не может быть. А каким видом спорта занимаетесь? Вообще я сейчас просто хожу для себя в тренажерный зал. Конкретно, какой вид спорта? Культуризм. Какой? Альпинизм? Культуризм. Культуризм, ну, а зачем это? Ну, качаюсь для себя. А кем вы работаете? Я водителем работаю. Я на фирме водитель. Водитель чего? На своей машине вожу персонал. Это вы не дальнобойщик? Нет, я директора вожу. Ну, вот, что я мог вам для начала сказал. Теперь старайтесь заставать. Определите себя, надо вам или нет. Потому что другого пути нет. Остановитесь на путях ваших. У меня был один путь, и я все-таки этот путь прервал. И начался новый этап жизни. Все, которые приняли Христа, в жизнь свою впустили, живут со Христом. Они никогда не пожалеют об этом. Я могу засвидетельствовать. У меня непростая биография. И скажу, что без Бога я бы давным-давно ушел из жизни. В каких обстановках был? Где на моих глазах людей убивали. И Бог меня вывел. Потому что я раскрывал тайны такие. И издал, кроме того, что я насчитал 50 книг, аудио. Архипелаг ГУЛАГ распространил. Брал интервью репрессированных. Советская власть это не одобряла. Ну и закрывали. Я вышел только в 87-м году. А в 92-м уже реабилитирован был. Я благодарю Бога за этот крестный путь. Потому что мне это как раз. Как Солженицын говорит, благословляю тебя, тюрьма. Она многое мне дала. На многое указала путь. Я знаю, как разговаривать с этими людьми. После этого я 17 лет сотрудничал с тюрьмой. Иду по камерам. Я знаю, о чем они думают. И они знают, что я каторжник. Они открывают свои сердца. Я выступаю по радио. 3700 преступников передо мной. Это от Бога. Он дал это все. Чтобы открыть путь. Пройти опытным путем. Вот это благовестие, я вам говорю, где мы проехали. Сами понимаете. От Тихого до Атлантического океана. И дарить своих 38 томов. Один том у меня, каждый том. 750 страниц. Это не книжонки какие-то. И в каждой 64 страницы цветных фотографий. И я их дарю. У меня почти, ну, общей сложности, видимо, 90% вызваны книг даром. А остальные тут по мелочи, что когда заказывают люди, продаю. Это невозможно сделать. Это немыслимо. Это надо быть команду. Мы ехали с собакой. И что интересно. Собака, ну, собака как собака. Восточноевропейская, ну, немецкая овчарка. Когда поехала на первый раз с нами, на соревнованиях получила чемпион Сибири. Когда вернулись из дальнего путешествия, это в 2013 году. Она на первой же выставке, когда соревнования были, стала чемпионом России. Вот благословение какое. Даже для собаки. Мы ехали, мы знали, что это для людей. Мои книги есть у Путина, показывали в библиотеке. Подарены Медведеву, Патриарху. Эти книги имеют особый вкус. Они дают жизнь мертвым. Потому что все это пережито. Есть люди, которые нападают, не принимают, поносят это. Тоже естественно. Оттуда мы познаем, что есть сатана. Если сатаны бы не было, не было бы нападок этих. А это необходимо. Да, необходимо. Человек закаляется. Как оптинские старцы молитву составили. Что бы ни случилось, я со спокойной душой, с благодарностью все это встречаю. Благодаря Богу. Вот вы вышли. Я так и не понял, как вы первый раз наткнулись на меня. Как вы стали искать. Почему? Не совсем ясно мне это. Ну, значит, или вы не ясно сказали, или я что-то не расслышал. Но я знаю, что и это провиденчески от Бога. Что бы мы сегодня, 29 октября 2015 года встретились. Еще вопросы какие? Еще хотел спросить про Осипова. Про Осипова? Да. Алексея Ильича. Ну, я все скажу. В первую очередь, я никогда не соглашусь, что он бритый и в галстуке. Это абсолютно не христианский. Это масонский вид. Дальше. Многое говорит он хорошего. Но многое, многое также говорит такое, что по Писанию, по святым отцам не сходится. Он говорит, и это рассчитано, как правило, на толпу, которая ничего не знает. Я его в каждом выступлении могу раз 20 или 30 остановить и сказать, что это неправильно. Допустим, он считает пасхальное послание Яна Златоуста. Христос воскрес и ни одного во гробе. Ну, понимаете, есть гиперболические выражения, которыми мы пользуемся точно так же. Они, говорит, кричали так, что земля расседалась, ничего она не расседалась. Ну, такое выражение, что от крика, если можно было бы, земля провалилась. Он берет это дело и говорит, значит, все воскресли. А они не воскресли. Это его гиперболическое выражение. И я думаю, он, как профессор, это понимает. Но говорит для людей, которые ничего не знают. Я его много слушал, знаю, свои материалы ему отсылал. По телефону как-то разговаривали. У меня очень много хорошего. Но есть вещи, которые совершенно не христианские. Вот о монахе, когда его книги жгли, там в интернете было. Но это тоже не годится, книги жечь. Они Александра Мения не принимают. Слышали такого? Слышал. Убитый священник. Вот у меня здесь найдете в аудио, на сайте, я с ним беседую, с Александром Мением. Это у меня в 20-м томе наши беседы с ним. Это был энциклопедист. Такого, видимо, сейчас, может быть, и нету в православии. Породистый еврей, протоиерей. Много ему открыто было. И вот зарубили топором. Изверги. Еще вопрос. И вопрос еще последний. Вопрос о молитве. А что именно? Молитва, как я считаю, это разговор с Богом. Правильно. То есть, я молюсь, допустим, вот как разговаривал, Отец Женебесный, вот как разговор. Не то, что где-то написано мне там, что-то там, допустим, вот тот же молитвослов взять, там очень много, очень много молитв можно читать, читать постоянно. А я молюсь одной молитвой Отец Наш, как Иисус в Матфее, вот написано, Отец Наш, как Иисус. И от себя, в свое сердце, я разговариваю с Отцом Небесным, и я благодарю. Это хорошее дело, своими словами молиться. Да. Но не разбежишься сильно-то. У вас, я гляжу, вот эта картина, женщина стоит в таком виде, то она зачем там? И там же Божья Матерь. Но эта женщина-то распутная стоит. Да, вот ее нарисовали. А зачем она? Зачем она вас глазами озорит? Вы не женатый? Женатый, у меня сын 7 лет. Ну, а она зачем у вас здесь на стене-то? А я вопрос задаю, зачем? Видно, что женщина не целомудренная, все у нее открыто, какой-то марлей прикрылось. Зачем она нужна? Зачем дом делать пристанищем нечистых женщин? Вы ее снимите, спрячьте и сожгите. Не надо это. А то Божья Матерь, это то, что у вас в голове-то каша. Все в кучу мешаете. Я и дом мой будем служить Господу. А это не служит Господу. Это развраты, смотрят и малые дети научаются. И нельзя ее. Это распутная женщина. Зачем ты ее в дом везти, грязную, такую распутницу, не это сфотографируешь? Я уберу. Не должно этого быть? Не должно. Никак. Вот вы сказали своими словами. А вы поете когда какие-то песни? Ну, мирские там что-то. Да. Но какая у вас песня любимая? Да у меня как-то любимой особо нету. Ну, допустим, такой. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых невернувшихся полей Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Расула Гамзата. Хорошая песня. Или я люблю у тебя жизнь, что само по себе и не новая. Я люблю тебе жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Жизнь это миг между прошлым и будущим. Хорошая, хорошая. Поет Зыкина где-то. Ну, поет там Лещенко. Прекрасная есть песня. Это День Победы. День Победы. Этот порохом пропах. Ура. Слышишь? Хорошая песня. Ну, если ты желаешь на День Победы ее пропеть песню, а ее нету, ты не составишь никогда. Песня заранее составляется. Блантер или кто-то написал. Исаковский. Кто-то положил музыку. А я буду сам петь. Ну, это казах. Казах на коне едет, когда у вас там в Казахстане там где-то. Он едет, он что видит, то и поет. По самолету летит, СССР, Москва, паровоз бежит. Там дым, труба. Он все поет, что видит. Ну, разве эта песня может считаться равной той, которую написал поэт Евтушенко? Поэт Расул Камзатов, Дементьев. Нет, конечно. Даже сравнивать не приходится. И так и молитва. Молитва, которую вы говорите, ее никогда не сравнить с той, которая написана. Вы в церкви купите молитвослов. Есть утренние, вечерние молитвы. Когда их прочитаете, считайте псалтырь на русском языке в Библии. Псалтырь. Там книга, постеред. А тогда своими словами. А потом еще сто поклонов. Ну, сто поклонов. Запишите, я что скажу. Псалом 118. Две буквы. П, С, точка. 118, двоеточие. 164. Это 164 стих. Он гласит так. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Семикратно в день. То есть, семь раз в день нужно молиться. У мусульман пять раз намаз совершается. Намаз. Вот мы были, допустим, в Махачкале. Заходим в библиотеку национальную. Я дарю книги. Стрелкой комната намаз. В другом месте написано комната для молитвы. Мы спросили директора. Мы подошли, дернули, она закрыта. Он говорит, а можно мы там зайти помолиться? Он говорит, вопросов нет. Он дал указание, ее открыли. Мы разулись, как положено, и стали молиться. Молиться, совершать крестное знамение. Мы помолились о мире, о любви, о радости во Христе, чтобы людям Бог открылся. А там мы молились в комнате. Там, где мы были от Азербальджана. Мы ночевали в доме у мулы. У мулы ночевали. И какая там беседа была, в интернет выставали. Да, да, вот я хочу посмотреть, да, там. Знаете, да. Вот. Поэтому вы купите молитва слов, и по нему утренние молитвы, хотя бы три молитвы читайте. Не умничайте. До вас были люди, которые не нам счета. Вот Серафим молился все молитвы, и лесо его сияло, как у Моисея. У нас оно не такое лесо. И жизнь наша, надо согласиться, что не совсем такая, как надо бы было. И поэтому вот эти молитвы, которые составлены святыми отцами, Василия Великого, там, и Аникия, их сравнивать даже не приходится. Я молюсь о нуждах своих каждый день. У меня отдельно о благодетелях, отдельно я называю врагов, помилуй, прости им Господи. О правителях Владимира, Путин, Дмитрия Медведева, Барак Обама, Рамзан Кадыров. Я молюсь Порошенко, Петр Петра и Лукашенко Александр. Это которых я поминаю каждый день. Просим мира Израилю, Россию, Украине и Сирии. Дальше о наших благодетелях, о болящих. Есть кто-то, запился пьяным, мы всех перечисляем. То есть это молитва и сто поклонов. Сто поклонов. Если ты имеешь возможность, семь раз в день становиться. На молитве, семь раз. Как написано, семикратно в день. И тогда у вас вот этот дым из головы-то будет выветриваться. Его не будет там. И вы будете с ужасом смотреть на свои пути, которыми ходили. И будешь благодарить Бога, что он остановил тебя. Что ты о путях древних задумался. Иеремея 6,16. И путь древний – это святая православная церковь. Вы патриархи Кирилла будете поминать, молиться будете за него, за епископа. Вы не будете одиноки. Церковь – это мать, это корабль. А где двое или трое – это в разговоре Господь участвует, кладет добрые мысли. Двое или трое – даже не христиане могут собраться. Но надо во имя его. И собрано. Не собрались. Собрались сами. Это трое. Бутылка соображает на троих. А собрано – это силой Духа Святого. Тут и условия определенные. И вы эти условия стараетесь соблюдать. Не высокоумствуйте. Вы уже много ходили, уже у вас извилины совсем не так идут. Вы попросите это все выправить. Мозги съедает больше всего блуд. Человек, когда жил несоломудренно, по женщинам там, ну или женщинам там с мужчинами мягкие, у него мозги как продырявлены сыр мышами. И компьютерные игры. Если ты играл – это беда. И третье – это наркотики. Ничто так не губит разум. Но сегодня я уже на первое место ставлю компьютерные игры. Это ужас какой-то. Я начальник детского лагеря, основатель его, 44 года. И уже второй год ввел правила детей не принимать, которые играют. Они совершенно неадекватные в поступках. Они бесноватые. У меня вот силы, я вот боюсь с этим сейчас. Вы играли в компьютерные игры? Я играл. Ну вот оно и видно. Поэтому так вам и разницы нету. А вот смотрите, у нас храм. Деревянный храм. Чистый воздух. Открыта форточка. Открыты двери. Лето. Прохладно. Мы заходим молиться. Только зашли, дети играют. У меня здоровый. Не оздоровительный, а трудовой у меня лагерь. Бац, парень упал. Ну ладно, он может нарочно сделал. Но он бледный как простынь. За руки, за ноги вытащили, на скамейку положили. Захожу. Девчонка упала. Бледная как это. Все открыто. Воздух. Святые рядом светуют. Там аромат такой. И на людей мало совсем. Девчонку вытащили. Захожу. Второй парень упал. Упал головой ударился. Его вытащили. Его вытаскиваем. Первый уже сидит. Глазами хлопает. Уже нормально. Лицо. Все. Я стал спрашивать. Ты в компьютерной... Оказалось, в компьютерной игру. Они больше всех играли. Их Бог сразу высчитал. Вот ладан, когда священник ходит, нормально ладан. Его не выдерживает свинья. Она его терпеть не может. Есть демоны, которые боятся, как черт ладана. Поговорка-то. То есть это не чистая щила, это черти. Это демона, беса. Лев Толстой называл так. Компьютерные игры. В этом особое покаяние надо принести. У вас памяти никакой не будет. Вот я сказал, что просчитал пути древние. Остановитесь на путях ваших. А вы через день уже забыли. А где это было? А что ему надо было старику? Мои пути расследовать? То есть у тебя сразу разворот и пойдет в мозгах вот так вот. Ты прекрати это все. Зажми. И скажи, так говорит Господь. Не Игнатий говорит. Иеремия 6,16. Так говорит Господь. Я склоняюсь. Слушает раб твой. И Он говорит, остановитесь на путях ваших. Слушает раб твой. Изберите путь добрый, путь древний. Слушает раб твой. Вот тогда Бог тебе начнет выливать знания. Здесь должна быть полная покорность, смирение. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. И то, что ты женился, там сын, все, это не дает никакой гарантии, что ты будешь спасен. А ты сам узнай, жену приведи, детей приведи. Весь дом сделай христианским. И не говори, что везде хорошо. Хорошо там, где церковь. А где церкви нет, там плохо. Там Христа нету. Сегодня насчитывает 21 тысяча разных названий, которые вы назвали динаминацией конфессии. Что все от Бога, и все по-разному, диаметрально противоположные, друг друга не признают. Церковь единая. И одно толкование. На любой стих Писания ты знаешь его толкование. И легко разговаривать с сектантами будешь. Еще вопрос есть? А у нас сегодня все. Так. Ну все тогда. Если у вас какая-то будет нужда, большая нужда, ну раз в месяц, вот в это время, как сейчас зашли, можно будет зайти. Допустим, в субботу. Возьмите для себя, черкните, когда вам можно будет зайти. Но не чаще, как раз в две недели. А вот эту убрать ее не нужно. А вы проверьте, уберите лишнее все. Человек носит крестик. А с какой целью? Он напоминает, он не спасает. Но церковь православная приняла так. Он в крещение надевается. Я с крестиком. У меня нету. А вот нету, раз. Примите крещение и будет крестик. Ну, в крещении, нормально надо шуметь, а не здесь, который у вас. Так. Повторите еще раз. Как вас звать? Сергей, да. Сергей? Вот Сергей. А вы знаете, что такое Сергей? Как переводится? Почтенный, то есть уважаемый всеми. Так что будьте достойны своего имени. Благодарю. Слава Иисусу. Все тогда, да? Откручивайся. Слава Иисусу.